Ребят, я вас всех еще раз приветствую. Если вдруг кто-то присоединится, сами включайте себе звук, чтобы я вас заметила. Сегодня я скажу вам новость в нашем расписании. Мы будем заниматься со следующей недели вместо понедельника, вот именно анимации 2, мы будем заниматься по воскресеньям. Я знаю, что у вас большие нагрузки сейчас по учебе. Вы тоже сидите через разные платформы, занимаетесь через видеоконференции. Поэтому давайте мы сократим нагрузку вашего в будние дни и будем встречаться, вот именно как анимации 2, в воскресенье, в 19 часов. Как мы с вами привыкли по понедельникам встречаться, будем встречаться только в воскресенье, в 19 часов. А как анимация 3, мы оставим наш субботний день, только мы объединяем обе подгруппы в одну, потому что нас пока немного. Для индивидуальной консультации, которой вам потребуется, я дополнительное время сообщу, и мы будем встречаться в субботу в 16 часов. Все запомнили? Поставьте плюсики. Все поняли про расписание? Да, вижу. Отлично. Очень хорошо. Отлично. Итак, сегодня мы встречаемся в понедельник, а со следующей, ближайшей субботой, мы уже будем в субботу в воскресенье. Только в субботу в 16, а в воскресенье мы будем встречаться в 19. Это здорово, что вы меня поняли. Поэтому сегодня мы построим такое наше первое организационное, но в то же время у меня для вас не только организационные вопросы, но и уже творческие задания. Вот сейчас мы с вами, прежде чем приступить к выполнению творческих заданий, посмотрим один небольшой ролик, он без звука, не пугайтесь, если ничего не услышите. Но я давно вам хотела этот ролик показать. Он о том, как работает команда. Как работает команда, как бы нам будет наглядно показано, как в сложный период, который сейчас не только у нас, с вами не только в нашем городе, в нашей стране, но и во всем мире, как в эти сложные времена помогать друг другу, творить вместе и быть одной командой. Мы сейчас его вместе посмотрим. Если кто-то видео сейчас не увидит, не пугайтесь, иногда бывает задержка интернета, просто напишите мне об этом в чате. Ролик очень короткий. Посмотрите, как они дружно помогают друг другу, чтобы преодолеть препятствия. Как все четко у них отлажено, как здорово они перемещаются. Давайте еще раз я покажу. Вот, посмотрите, пожалуйста. Каждый четко понимает, что ему делать и когда. Вот это вот очень здорово, что команда себя чувствует, себя и друг друга. Сейчас я включу звук, вы мне можете даже сказать слух. Посмотрели ролик все? Так. Сейчас у всех постепенно появится возможность говорить, и я вас слушаю. Ну? Можно говорить? Да, можно, Марк, говори. Ты ролик увидел? Притормаживает, вообще ничего не видно. Притормаживает. Так, у кого еще притормаживает? Я увидела. Лиза увидела. Так. Маша увидела. Маша увидела, да? Да. Отлично. Маша, ты себя там подрегулируй, звук? Поближе микрофончик, что ли? Потому что тебя очень слабо слышно. А Влад Филимонов увидел, Владик? Да. Отлично. А Полина? Да. Значит, ребят, ну, к сожалению, да, иногда будет что-то подтормаживать, но если будет почти всех подтормаживать, я буду отдельно выкладывать где-то в интернете и давать вам ссылку для того, чтобы вы смогли это посмотреть, то, что необходимо. Кстати, мы можем с вами создать групповой чат в WhatsApp для как раз таких ссылок, чтобы не напрягать родителей излишком сообщений по нашему, так сказать, творческому заданию, когда это будет необходимо. Вот. У меня вот есть телефон, например, Лизы точно, в WhatsApp тоже есть, Полины, есть Марка, нет Влада, нет Ромы, Маши Гнатовой, вот кого я сейчас назвала, вы мне не сейчас прямо, а чуть-чуть попозже на мой телефон пришлите свои номера телефона. А можете записать мой телефон, если у вас его нет, хотя он есть и у родителей. Вы можете и у родителей спросить. Ну, на всякий случай, давайте сейчас тщательно печатаю, вы себе запишите номер моего телефона. Вот я его вам отправляю. Вот. Если, конечно, у вас есть WhatsApp, это было бы чудесно и замечательно. И так, мы с вами посмотрели этот ролик, после просмотра которого я хочу вам объяснить, показать, какие бывают возможности в домашних условиях создать своими руками приспособления, даже мини-мультистанки, чтобы делать съёмку, как плоскую перекладку, как объёмные перекладки, так и рисованная анимация. Сейчас, внимание, на экран я буду вам показывать. Буду вам показывать. Вот, посмотрите, например, например, вот такой станочек. Одна девочка 10 лет у себя дома, его уже давно придумала, чтобы дома самостоятельно снимать. Видите, на телефон установлена программка, или даже это просто, по-моему, без программы, по-моему, просто она фотографирует. Хотя есть программы, я об этом тоже скажу. Вот, сейчас временно вам звук всем отключу, чтобы не было лишних помех у нас во время объяснения. Итак, вот такой вот интересный станочек она придумала, и сейчас я вам покажу, какой мультик она уже сняла на этом станочке. Представляете, она успела уже на этом станочке снять мультфильм. Я его покажу через группу ВКонтакте, вот вы его сейчас увидите. Привет, я Капелька, я люблю заниматься спортом. Коротенький этюд, да, коротенький, но на самом деле это здорово, что вот такими подручными способами она смогла она смогла снять этот ролик. У вас у каждого будет такая же возможность, потому что сделать такой станок, ну правда, ребят, это не сложно, совсем не сложно. Вот, дальше мы с вами сейчас посмотрим, что еще вам может понадобиться. Итак, я вам покажу сейчас следующее. Так, вот, посмотрите, на что похоже? На просвет, конечно, если у кого-то вдруг дома есть стеклянный вот такой столик небольшой, то подложив под стекло лампу, посмотрите, можно сделать себе просвет для рисованной анимации, правда, здорово? Вот, посмотрите, какой вообще прямо мини-станок из фоторамок со стеклом соорудили, правда, конструкция, конечно, очень, я боюсь, шаткая, но тем не менее, тем не менее, если все продумать, что подставить и как закрепить, то получается вот прямо такой мини-станочек замечательный. А вот еще один просвет, смотрите, фантазий, удивительно, как работает фантазия у людей, взяли обычную для выпечки стеклянную форму, положили снизу светодиодный фонарик, сверху листочки бумаги, и вот вам, пожалуйста, из ничего и бесплатно такой получается просвет для рисования. Ну что ж, мы с вами посмотрели сейчас фотографии, а сейчас я вам хочу показать еще одно важное приспособление в виде ролика, который я для вас специально подготовила, как сделать штифт своими руками, потому что для классической рисованной анимации не на компьютере, а на бумаге, конечно же, нужны штифты, и многие из вас уже с этим поработали, и Рома поработал, и Марк поработал, и Влад работал, ну вот Маша Игнатова я не помню, у нас, по-моему, еще пока не делала, но принципы этой анимации, они, в принципе, похожи даже на перекладку, то есть не должно смещаться ничего относительно фона, а для этого нам штифт как раз и нужен, и вот сейчас я вам покажу ролик, ролик, как делать штифт, так, а, простите, у меня загружено здесь другое видео, сейчас я включу видео не с этого места, секунду, мы будем это смотреть через вот канал YouTube, так, запускаю, чтобы нам с вами, ребята, рисовать классической рисованной анимации, необходимо иметь несколько приспособлений, таких как штифт, посмотрите, как он выглядел, но если у нас под рукой нет штифта, мы попробуем с вами сделать штифт своими руками, а делать его очень просто, сейчас мы с вами в этом убедимся, на это нам потребуется с вами совсем немного времени, вот посмотрите, как выглядит штифт, который я сделала за несколько минут, и он вполне заменяет нам настоящий штифт, когда под рукой нет другого, итак, посмотрите, вот так он выглядит, берем картон, обычный тонкий картон, можно чуть плотнее, такой картон, который можно всегда в доме найти, от какой-нибудь старой папки, отрезаем небольшой кусочек картона сантиметров 20 на 5, вот такой прямоугольничек, берем дорогой, и даракулем в этом картоне два отверстия, две дырочки, вот посмотрите, видите, две дырочки, а затем мы берем обычную трубочку для коктейля, наверное, есть такая в каждом доме, мы от нее отрезаем два небольших отрезка, приблизительно по 5 сантиметров, а затем ножницами мы нацекаем с одной стороны глубиной до сантиметра эти отрезочки коктейльной трубочки, они получаются такими мохнатыми, несколько-несколько надрезов нужно сделать, а сейчас мы вставим уже подготовленные трубочки в отверстие картона, который мы сделали дыроколом, вот еще раз я показываю, как мы делаем эти надрезы, они не глубокие, но их несколько штук, я их раскрываю, вставляю в этот картон, вот посмотрите, разглаживаю, и вот получается с обратной стороны как бы такая ромашка, как лепесточки раскрываются надрезы коктейльной трубочкой, беру кусочек малярного скотча, и на эту ромашку накладываю, закрепляя тем самым отрезок трубочки в картоне, посмотрите, вот с одной стороны у нас штифт уже готов, то же самое я сделаю с другой стороны с помощью второго отрезка трубочки, и получится вот такой самодельный замечательный штифт, на который можно уже накладывать рисунки подготовленные также предварительно с помощью дырокола, и пожалуйста можно творить можно рисовать и получат у нас с вами замечательные тюды. Всем желаю успехов! Ребята, сейчас меня все слышат, поделитесь пожалуйста своим впечатлением, видели ли вы видео, мы с вами посмотрели видео, я надеюсь, что все его видели и слышали, если вдруг кто-то не видел, поставьте минус, я по чату проверю. У нас будет завтра занятие с ребятами бисероплетения, они будут для этой акции вирусу нет, делать фенечки с названием и с какими-то еще креативными надписами. У вас задание будет такое, придумать идею, как сделать короткий видеоролик в технике рисованной анимации, она может быть как классическая, так может быть и такая, как вот компьютерная, как делают Лиза и Полина. Вы можете подготовить свои какие-то идеи и озвучить их в субботу. Я бы очень хотела, чтобы к субботе вы уже мне сообщили, над какой темой вы будете работать, какой у вас родился ролик в голове. То есть сначала вы должны это продумать, придумать, подготовить к субботе штифт, если вы вручную делаете рисованной анимации, подготовить листочки бумаги, готовить их очень просто. Вы просто вкладываете А4 пополам, драко вам понадобится, я об этом родителям писала, вы делаете дырочки и соответственно, соответственно вы потом разрезаете листочки и тогда у вас получается таких листочков два, но нужно будет подготовить их несколько, потому что как минимум надо сделать хотя бы 36 листочков, 36 кадров, но создавая эти рисунки, когда вы свою идею уже продумаете, вам важно обязательно помнить о 12 принципах анимации. Я знаю, что многие из вас их очень любят пересматривать, поэтому я в группу выложу домашние задания, чтобы родители были в курсе, я выложу там ссылку на ютуб, где все эти принципы анимации вы можете посмотреть. Поэтому помните, что чем больше рисунков, то есть 36 это минимально, чем больше рисунков вы сделаете, тем более плавная, динамичная будет у вас анимация. А сейчас мы с вами попробуем вместе порисовать в этой программе, в которой мы сейчас находимся. Я сейчас выйду на доску сообщений и у некоторых из вас возможно появится тоже не только белая доска, но и панель инструментов. Сейчас вы меня, надеюсь, все слышите и видите. Скорее всего, вы видите. сейчас я включу вам звук. Кто может мне скажите, видите ли вы панель инструментов, кроме белой доски? Нет. Только белую доску видите, да? Только белую доску. Только белую доску вообще нифига не видно. Так, смотрите, это уже проблема нами рассматривалась. Вам надо на своем белом экране раскрыть его во весь возможный ваш потенциал монитора, на чем вы работаете, планшет, телефон или компьютер, и найти либо в левом нижнем углу, либо в правом верхнем маленький кружочек, он бледный, а в нем маленький карандаш. Вот я сейчас двигаю вот так вот своим карандашиком, у вас должен появиться такой же, и одновременно с ним у вас должен появиться еще и должен появиться панель инструментов. О, кто-то уже нарисовал раньше меня. Это я рисую. Это Марк, да? Мой. Ну, ты молодец, Марк. Я вот сейчас, о, еще кто-то нарисовал, я сейчас вам вот такие меточки поставлю, вот, такие возможности есть, вот, видите, он добавляет разные рисунки, причем каждый рисунок, ребят, чем очень удобно эта программа, да, мы можем с вами хоть сейчас сделать первый совместный рисунок на тему вирусу нет. Давайте напечатаем вместе, да, и каждый кадр мы можем сохранять, и здесь штифт не нужен, каждый кадр сохраняется в одном формате, он статичен, неподвижен, и мы можем с вами рисовать и делать совместные какие-то рисунки. Вот в этом здорово, да, вот я вижу, значит, нас с вами сейчас только 7 человек, да, так, давайте я сейчас очищу экран, вот, у меня такая функция есть, разделим экран, подождите рисовать, ребята, не спешите. «Музыка» «Музыка» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Просто супер, молодцы! Остальным, конечно, придется немножечко пока поковыряться в программке, полазить, друг с другом поработать. Кстати, вы все должны знать, что раз вы зарегистрировались на платформе Zoom, вы можете создавать свои конференции, вы можете с друзьями, с родными, с близкими тоже работать творчески и так проводить свое свободное время. Вот, поэтому вы можете то же самое делать самостоятельно, но только уроки не прогуливаем, ни школьные, ни наши. Ну что ж, сохраняю еще раз. Владимир, ты завершил уже? Да, да, да. Ага, а кто-то у нас вот подписывает коронавирус. Кто это делает? Кто ха-ха написал «Я коронавирус»? Это чья работа? Полин, твоя? Ребят, вот это чья работа, скажите? Не сознаетесь. А, может, микрофон не работает? Ромина это! А, это Рома! Поняла, поняла. Отлично. Ну, ребят, всем аплодисменты. Вы у меня вообще супер молодцы. Еще раз сохраняю. Вот так. И давайте завершим эту демонстрацию. Выйдем из окошка. Уже все завершили, да, я смотрю? Выйдем из окошечка. Вот таким образом. Вот, все у нас там и записывает, и сохраняется. Будьте готовы, что сейчас минуту на минуту все у нас завершится. Но это не значит, что закончилось наше занятие. Еще минут на 15-20 я попрошу вас выйти потом в эфир. Потому что я хочу объяснить по поводу этой акции. Вышмоп, вирусу нет. Значит, для вас задание будет придумать идею своего будущего ролика на эту тему, да? И еще конкурс будет для вас объявлен, для вас, только для нашей студии. На плакат, посвященный этому флешмону. Тот, кто сделает самый лучший плакат, получит приз от меня. Обещаю, приз будет очень вкусный. Итак, делаем дома заготовки рисунков. Фотографируем и присылаем мне на почту. Почту мою я тоже сообщу вам через WhatsApp. Не забудьте, что мне от вас телефоны нужны. Я создам группу. И вы мне пришлете туда свои материалы. Вопрос. Да, вопрос слушаю. Вот, а сейчас выключится? Через сколько времени проходить, чтобы опять войти? Ну, давайте перерыв попить и посетить какую-то комнату. Минутки 3-5. Хорошо? И собираемся. Отдохнем и включимся снова. Ходим по тому же паролю. Ром, вижу твои одобряющие знаки. Засваиваешься. Молодец. Ребят, меня все поняли, да? Да. Отлично. Ну, вот остались прямо считанные секундочки. И мы с вами прерываемся, видимо. Сейчас подождем, что мы сегодня с вами попробуем поиграть в любимую Марком игру. Марк, ты помнишь чепуху, да? Помнишь, Марк? Помнишь, вижу твой знак. Так, как мы попробуем играть вот в этом онлайн-чате? Мы можем на доске сообщений писать. Мы можем писать в групповом чате. Мы можем это говорить по очереди, если включить микрофон. Ну, я сегодня предлагаю пока это делать в печатном виде. Поэтому сейчас всем выключаю звук. Ах, одесса, баба, баба, матчей. Всем меня слышали, да? Простите. Да, слушаю. Перед тем, что можете напомнить, как в неё играть? Мы сделали такие длинные бумажки, узенькие, да? И я задавала вопрос. Когда? Где? Что? Кто? Что случилось? А вдруг? Чем закончилось? Финал. Поскольку доской сообщений не все владеют, давайте будем печатать в чате. Итак, первый у нас вот прямо по картинке у меня Марк. Марк нам пишет... Ром, ну извини, в следующий раз, когда все разберутся с доской, будем писать на доске. Итак, Марк сейчас нам пишет, когда... Давай, пиши в чате. Печатай. Когда? Да, начинаем историю. Ого, в 2020 году. Хорошо. Роман пишет где? Ждём романа. На Марсе. Супер. Полина пишет кто? Полина. Отвечает на вопрос, кто? О, кот. Ура! У Полины кот на Марс улетел в 2020 году. Хорошо. А нам сейчас Владик напишет, какой был кот. Давайте немножко над образом поработаем побольше. Владик, опиши нам кота. О, Влад включился в описании образа. Итак, у нас в 2020 году кот зелёный оказался на Марсе. Теперь у нас следующий включается Лиза. И Лиза придумывает, что он там делал. А ты уже дописал даже. Он улетел на Марс. И что он там делал, Лиза? Напиши его действие. Что кот зелёный в 2020 году делал на Марсе? Сочиняем общую историю. Сейчас дойдёт до Тимофея разница. Кот собирал хрустальные яблоки. Круто. Так, Лизе мы ставим вот такой значок. Отлично. Всё, что ж логие. Ага. Дождите своей очереди. После Лизы Маша у нас, Игнатова, отвечает на вопрос, что было вдруг неожиданно. Вот он собирал хрустальные яблоки и вдруг... Маша, у тебя первое перипетие. Пожалуйста, придумай. Когда зелёный кот собирал хрустальные яблоки, что вдруг произошло? Каждый ждёт своего вопроса и отвечает. Маша, у тебя проблемы, чтобы напечатать? Или ты придумываешь долго? Ага, и вдруг с неба... Ого, упала шурма. Ну и ну, яблоки-то не разбились. Теперь у нас Марк... Нет, Марк уже участвовал. Тимофей. Теперь Тимофей пишет. Но к счастью... Давай, что к счастью для зелёного кота произошло? Когда вдруг на него с неба упала шурма. Печатай нам, пожалуйста. Ну, ребят, разошли. Зажигайте. Кто-то по шурме соскучился. Ничего, ребят, карантин кончится. Всё будет. Давай, давай, Тимофей. Но к счастью, она весила 3 килограмма. То есть, она не смогла ни с котом ничего сделать, ни с яблоками, да? Хорошо. Теперь продолжение. А, 3 грамма. Ну, понятно. Обвес получается. Шурма такая лёгкая не бывает. Или какая-то микро-шурма. Хорошо. Теперь в том же порядке, как мы начинали, все смогли уже, да, ответить, верно? В том же порядке, в каком начинали, задаю следующий вопрос. Запоминается порядок, кто за кем. Значит, вопрос. Кот снова пошёл собирать хрустальные яблоки, да? Или какое-то другое действие. Рома, ты у меня вторым был. Вот ты сейчас придумываешь, что случилось после того, как эта шурма весом 3 грамма не убила кота. Что дальше с ним произошло, Рома пишет. Ждём Рому. Петя может помогать ему, который рядом. Марк, ты печатаешь, да? Да, он печатает. Ага, хорошо, хорошо. Ждём. Ждём, ждём. Но недолго. У нас сессия может прерваться. Татьяна Селдовна, это так и должно быть, что у вас прям только стены видно? Нет, я, конечно, могу включить видео. Просто я очень переживаю, что от этого будет хуже качество звука. Я сейчас помашу тебе рукой и всем остальным. Вот я здесь. Да нет, вроде звук нормальный. Нормально, но как хотите, если вы по мне соскучились, я могу оставить. Да, 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 да. Оставить, ну хорошо. Так, читаем. А Рома ответил. Он попытался построить из хрустальных яблок ракету, где двигатели работали на шурме. Ребята, это просто песня. Это песня. Это просто супер. Я вами горжусь. Вы у меня самые крутые. Итак, теперь отвечает следующий. Кто после Ромы, чья очередь? Влада, да, или Полина? Я уже сама запуталась. Ребята, вспоминайте. Кто у нас после Ромы был? Ага, Полина. Давай, Полин. Что случилось в этот момент, когда он попытался построить из хрустальных яблок ракету? Он встретил спайдермен. Лиза, я тебя, знаешь, что попрошу? Вот все эти ответы скопировать и мне потом прислать отдельным файлом. Хорошо? Потому что мы эту историю просто опубликуем. Вдруг мы когда-нибудь ее снимем с вами. А может быть, во время карантина даже попробуем. То есть... Ну, просто из чата. Вот он выглядит в бежочек. То есть, скопировать? Да, скопировать как текст. Ага, выделить, скопировать. Итак, шурмячная сломалась, и шурмы не хватило. Так, чья следующая очередь? Продолжаем. Отвечаем на вопрос. Но, к счастью... Подождите, что случилось с котом? Ну, вот ты движочек, смотри. Вот, начинай сначала. У меня не вытащили. Вот, в 1320 году на Марсе. Зеленый кот. Да? Нет, я имею в виду, что... Что написала Полина? Полина? Она написала... Шурмячная сломалась, и шурмы не хватило. Просто у меня не хватило. А, ну, прошут. И шурмы. В общем, короче, шурмы не хватило, чтобы построить... Не хватило. Ракету, может быть, построили, но не хватило шурмы. Наши двигатели работали на шурме. Значит, теперь Влад нам отвечает на вопрос, что случилось, к счастью, кота. Вот, у нас и кот, только не зеленый, прямо здесь на экране. Ну, Тимофей, не мочи, котик, отпусти его. Это мой! Так, ждем от Влада. Но, к счастью, у него оказался запас шурмы дома. Отлично. Отлично. Он запасливый такой зеленый кот, поэтому запас со шурмой. А сейчас давайте придумаем финал. Финал у нас будет придумывать позитивный. Еще не писали Лиза, да? И Маша. Пожалуйста. А я... А, Тимофей, ты тоже не писал? Давай. Я только один раз. Давай, давай. У него оказался запас дома, но, к сожалению... Отвечай на вопрос. Дом был не на Марсе, а на Земле, например. Это мне? Да. Но ты можешь свое придумать. Стоп, еще раз. Можно? Но, к сожалению... Смотри, вот сейчас... Но, к счастью, у него оказался запас шурмы дома, но дом с шурмой сгорел. И финал. Молодец, Полина. Пожалуйста, Тимофей, твоя версия. Его захватили пришельцы. Хорошо. Лиза, два варианта можно сделать. Дом с шурмой сгорел, печатай, и его захватили пришельцы. Хорошо. Сейчас я напишу. И завершение. Кто еще нас не писал, придумывает, чем все закончилось, к счастью. Пожалуйста. Маш, пиши. Да, Маш. Я хочу вас кивала. Ребят, параллельно можете думать о своих предложениях насчет финала. Мы выберем самый интересный, самый мощный такой, неожиданный. Помните всегда, что изюминка и вишенка на торте. А, вот. Но у пришельца была аллергия на котов, и пришельцы все сдохли, и кот сделал из них шурму, и лицо домой. Финал отличный. Аплодисменты Маше. Все, давайте поаплодируем Маше, поставим ей значки. Все, кому нравится финал, поставим Маше. Вот такие аплодисменты. Да, поаплодируем. Отлично получилось. Молодцы. Молодцы. Ой, как громко. Ой, оглушилась. Ребят, мы практически с вами уже дошли к финальному нашему завершению. Еще раз мы сейчас с вами всю эту историю... Лиз, ты смогла это все записать, Лиза? Да. Спасибо тебе. Я жду от тебя отдельным файлом, и мы эту историю с вами еще раз в начале следующего урока повторим. Хорошо? Хорошо, а сейчас всем спасибо за участие, всех рада была слышать и видеть, и вместе с вами поработать. У нас новая встреча будет с вами в субботу, в 16 часов. В WhatsApp не забудьте мне присылать свои телефоны. Я вам в группу, пока родителям потом вам вышлю информацию с заданием, напомню вам о задании. А сейчас можно помахать друг другу рукой. Я хотела спросить, в это воскресенье занятия будут? Да, 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 и в субботу и в воскресенье в ближайшие будут. Не будет в понедельник, а будет в субботу и в воскресенье. Мы переходим с вами... Я имею в виду на этой неделе в воскресенье. Да, 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 на ближайший сегодня понедельник, Лиза, уже в эту субботу и в следующее воскресенье мы работаем вместо понедельника. Потому что по понедельнику у вас очень много своих, и не только по понедельникам, но и каждый день уроков. Поэтому такое было предложение заниматься по выходным, два дня подряд. Я думаю, это здорово. И уже, пожалуйста, к субботе постарайтесь что-то нарисовать и, главное, придумать. Желаю вам хороших творческих идей. Маша, не забудь, ты любишь нас плакаты рисовать? Всем до свидания, всем пока! Да, Марк, пока-пока. Всем, ребятки, до свидания. Если какие-то вопросы, через WhatsApp. Всего вам доброго, до свидания.